Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наши пивы продолжают программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Прежде всего, я хотел бы несколько слов сказать о том, что случилось вчера. Но то, что случилось вчера, о чем знает вся страна, это мы поговорим, несомненно, отдельно. А вот в том числе есть и хорошая новость. А хорошая новость заключается в том, что мы запустили новый веб-сайт. Какой новый? Он не новый, а его новая версия. С очень удобным интерфейсом, действительно современный, который, я думаю, вам понравится. Особенно тем, кто все время так или иначе читает наши материалы. Заходит в сайт, вы знаете, называется continentusa.com. И я надеюсь, что это не только сделано ради того, чтобы картинка была посимпатичнее, чтобы авторские директории выглядели более, так скажем, солидно. А еще и с тем, что мы собираемся развиваться, мы собираемся совершенствоваться, мы собираемся еще в большей степени информировать вас о том, в первую очередь, что происходит в нашей стране, то есть в Америке. Вот, это первое. И, несомненно, должен сказать, что вот в сегодняшнем обновлении есть... Ну, я редко употребляю глаголы такие возвышенные, но я считаю, что это замечательная запись с нашим хорошим, добрым, долгим, по времени автором Марком Зальцбергом, всем очень рекомендую, потому что, ну, скажем так, это люди той эпохи, которая, можно сказать, ушла. И те вещи, о которых он говорит, они... Я надеюсь, что многим слушателям, в том числе и Народной волны, очень близки. Ну, а сегодня еще один наш хороший друг, наш автор, многолетний автор, и который тоже присутствует регулярно на сайте. Вот, да, буквально днями мы опубликовали очередной его материал, рецензию на, в данном случае, на еще одного нашего хорошего друга, автора, Давида Гая. Я говорю сейчас о Якове Фрейдине, и мы с ним сегодня поговорим о том, что происходит в стране. Ну, для тех, кто Якова читает не только в наших изданиях, но в некоторых других, в том числе и в чикагских изданиях, известно, что темы, которые он пишет, они вызывают большой резонанс. Сам он ученый, публицист и еще и художник. Одну картину я припасу. Вы уж следите, когда я его публикую, вам она очень понравится. Яков, добрый день. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Рад вас всех сегодня видеть. И, надеюсь, мы поговорим о таких животрепещущих и болезненных для нас всех вопросах. Так оно и будет. Начну с того, что помимо приятной новости, которую я уже озвучил, вчера была очень неприятная новость. И опять она касается штата моего, штата где? Собственно, родного, куда я изначально и приехал. Штат Вискансин. И там в одном из, значит, хороших, скажем так, белых пригородов случилось событие, которое, в общем-то, очень так задело опять всех наших сограждан, потому что на параде, который традиционно устраивает, там много детишек, там много пожилых людей, там много разных людей, в основном это люди, которые вот это нормальная Америка, работающая Америка, у них был традиционный парад, посвященный Рождеству, и некий подонок 39-летний, который с большим криминальным прошлым взял и протаранил на своем SUV это, в общем-то, это людей, которые в это время абсолютно думали о хорошем, думали о празднике приближающемся. И вот, ну, я думаю, что уже многие новости видели, я не буду пересказывать в подробностях, я о другом. Яков, как вообще можно расценивать то происходящее? То есть, ну, некоторые просто уже смотрят на небо и возопят, это ужас, когда же это все кончится и вообще кончится ли? Вы знаете, мне кажется, что то, что мы сейчас наблюдаем, это закономерность, это следовало ожидать после той жуткой либерализации страны, которая происходит в последние 50 лет в Америке. Я долго думал о том, почему, в чем причина этого, и мне кажется, что мы сейчас видим, я бы назвал это потерянное поколение. Потерянное поколение в обоих расах, в черной расе и в белой расе. Напомню вам, что произошло с черной расой. До приблизительно 1964 года черные люди в Америке были довольно законопослушные. Была в стране сегрегация. Безусловно, это очень плохо, это ужасно, и Америка поняла, что надо с этим что-то делать. В 1964 году президент Линдон Джонсон ввел так называемое понятие Great Society, великого общества, где черные были не просто освобождены от сегрегации, где черные получили совершенно невероятные преимущества перед белым. Я напомню, что еще более почти 150 лет назад Плеханов сказал такую интересную фразу. Он сказал, чтобы выпрямить кривую палку, ее нужно перегнуть в другую сторону. Вот в другую сторону перегнули сегрегацию, и черные получили невероятное количество преимуществ и, я бы назвал, халявных подачек. Они стали получать бесплатные гранты, подачки. Мало того, черная мамаша, да не только черная, разумеется, это не было оговорено в законе, что это только относится к черным, но любая дама, которая надумает непрерывно рожать детей, и государство, по сути дела, будет оплачивать этих детей непрерывно, что стимулирует дальнейшие роды и так далее, и так далее. В настоящее время у черных 80% детей родятся без брака и растут в безотсовщине. Естественно, когда исчезает стимул, когда исчезает стимул заработать, стимул трудиться, учиться, люди начинают снижаться, и люди начинают сваливаться в моральную пропасть. Вот это происходит и с черным населением. Это привело к Black Lives Matter, это привело ко всем этим несчастьям, которые обрушились и на черное, и на белое население. Это я вам рассказал, что произошло с черным населением благодаря вот такой благоглупости белого либерализма, которое началось вот с этого указа Линдона Джонсона. С белыми тоже происходит очень неблагополучная ситуация. Происходит вот что. Образование в Соединенных Штатах начало сваливаться в пропасть. У людей исчез стимул тяжело трудиться и сильно работать. Если вы посмотрите, что изучают в школах, мы все выходцы из Советского Союза, из России, мы помним, что в школах мы изучали довольно серьезные предметы. Вы помните, мы изучали и математику, и физику, и биологию, и химию, и так далее. В американских школах нет таких предметов уже довольно давно. Я бы сказал, наверное, лет 60. Они там изучают просто наука. Что такое наука, никто не знает. Туда свалено все как в одну мусорную корзину. Естественно, и преподаватели тоже не знают, чему они учат. Детям это все неинтересно. Когда школьники кончают школу, им хочется всем, но традиционно, пойти в колледж. Но в колледжах нужно либо работать тяжело, то есть изучать серьезные дисциплины и математику, и физику, и химию, либо можно изучать легкие дисциплины, или дисциплины, которые не требуют большого ни умственного, ни физического напряжения. К примеру, можно изучать психологию, можно изучать археологию, можно изучать даже не ботанику, а можно изучать, ну, например, какие-то климатические условия, можно изучать. Самые, я бы, то, что называется в Америке либеральные дисциплины. Человек, получивший такое либеральное образование, абсолютно потом не в состоянии найти работу. Эти люди, белые люди, в основном, которые кончают колледж, они оказываются никому не нужными. Они сидят на шее у родителей, и им нужно чем-то себя занять. Чем себя занять? Вот они начинают метаться в одну сторону, в другую сторону, объединяются в какие-то группы. Естественно, как это есть такая поговорка о том, что пустая голова – это кастрюля, в которой варятся грехи. Таким образом, вот эта молодежь начинает сдвигаться в сторону преступности, им нечем заняться. Когда людям нечем заняться, они сбиваются в группы, образуются группировки преступного характера. Люди начинают использовать наркотики, люди занимаются всякими глупостями. Им нужно куда-то себя. Вот эту энергию, вот этот в мужской части населения молодого растет, уровень тестостерона, его нужно куда-то выплескивать. И вот эта вся энергия выплескивается в криминал. Посмотрите, что происходит сегодня в Калифорнии, например. В Калифорнии идут повальные грабежи. В магазинах, в том же Нордстроме, например, в Луи-Витон. Все дорогие магазины их самым бесчестным образом грабят сейчас. Яков, я прерву на секунду. Дело в том, что мы помним хорошо, что начиналось все с таких, ну скажем, волгринцев и так далее, где товаров, условно говоря, очень дорогих не содержится. Но раз там прошло, раз сказали, что до тысячи долларов иди бери, никто слова не скажет, аппетиты растут, они пошли и дальше. Так получается. Абсолютно. И я хочу сказать, можно обвинять черных, можно обвинять белых, но обвинять нужно не расу здесь. Это либералы пытаются все свалить на расу и свалить на расовые разногласия. Свалить нужно именно на вот этих либералов, которые дают это попустительство. Ну вот, Игорь, посмотрите, что произошло вчера. Вчера вот эта такая ужасная трагедия в Икоше, где этот бандит, кстати сказать, черный бандит, убил, по крайней мере, по-моему, 6 человек, если я не ошибаюсь, и ранил, всего ранил, всего было 48 жертв. Каким образом это произошло? Это произошло в том, что он был выпущен под залог из тюрьмы под всего лишь одну тысячу долларов. Вот это интересный вопрос. И кто дал эту тысячу, скажите, пожалуйста? Вот это то. Я думаю, что у него такой тысячи не было. Кто-то дал эту тысячу? Кто-то дал эту тысячу? Шериф положил эту тысячу. Шериф положил, да? Да. Да, вот, пожалуйста. Значит, почему он мчался на этой машине? Что случилось? Оказывается, он ввязался в очередную поножевую драку с такими же бандюками, как он, когда по вызову каких-то людей приехала полиция, он вскочил в свою красную машину и помчался, стал удирать подальше от этого места преступление, где он был опять замешан на живой драке. И он помчался через вот этот самый парад и убил людей. То есть этот человек, люди такой, как он, они должны были, должны быть заперты пожизненно в тюрьме. Никаких бэмом им не должно быть. Яков, Яков, если вы, я не знаю, просматривали ли вы материалы или слушали Fox News, вот, ну, этим утром, там они любопытную привели одну даму, она из Иллинойса. Ну, она что-то преподает, я сейчас не берусь точно сказать, не помню, не зафиксировал в памяти. Но самое главное другое, что она пишет, что кровь детей погибших, ну, вот погибших, да, и раненых вот в этом случае на руках не этого человека. Она говорит, что он самооборонялся, то есть она его, кровь на руках Риттенхауса оправданного и вот этого суда неправомерного. Вот о чем они говорят вообще. Мыслимо это? Это просто ужасно, это не укладывается в голове. Вот этот либерализм, где вина перекладывается на жертву или совершенно на другую, не относящуюся сторону, вот это приводит к новым преступлениям. Потому что, как говорится, зло порождает зло. И вы помните, например, каким образом заселялась Австралия. Соединенное Королевство решило высылать всех своих преступников на необжитый континент и заселять таким образом Австралию. То есть Австралия заселялась преступниками, а Соединенное Королевство освобождалось от криминала. Вот было бы совсем неплохо, если можно было бы из Америки выселять таким образом на какой-нибудь необитаемый остров наших преступников. Но дело не в этом. Дело в том, что никто этого делать не будет, даже близко не будет делать, потому что это огромное либеральное большинство. Откуда это либеральное большинство? Вот то самое, обученное либеральным наукам в колледжах. Люди, которые изучают серьезные дисциплины, они тоже, среди них немало либералов, но, по крайней мере, они не такие радикальные, как вот эти все свободные либералы. Яков, не секрет, что, допустим, мы говорим даже о такой вещи, как размежевание. Ну, сложно себе представить, но в принципе, да? Казалось бы, отъедьте от любого мегаполиса на 50-100 миль, и начинается нормальная Америка, как правило. Причем мегаполис этот может быть расположен в весьма даже Красном штате. И все равно это такая же раковая опухоль. Но они-то, сволочи, живут за счет вот той самой работающей Америки, как они от нее отгородятся, понимаете? Которая им ненавистна, но она их кормит. Да, это безусловно так. Проблема еще заключается в том, что вот эти размежевания, о котором вы говорите, это было бы, конечно, совсем неплохо сделать. Но я не думаю, что это в настоящее время физически возможно. В одном из своих эссе, которое было опубликовано в «Континенте», если я не ошибаюсь, где-то год назад, я сказал, что единственным разумным решением это было превратить Соединенные Штаты в разъединенные Штаты. И таким образом все 50 штатов, которые сейчас у нас есть, ну, разделить, грубо говоря, пополам. Одни Штаты отдать либералам, а другие отдать консерваторам. И таким образом Америку каким-то образом разделить по ментальности и по моральным ценностям. И посмотреть, кто как хорошо будет выживать. Но я думаю, что это, конечно, сладкие мечты, которые навряд ли могут осуществиться. Но тем не менее, если дело так дальше пойдет, я совершенно не удивлюсь, что некоторые штаты из вот этого союза американского захотят отделяться. Например, ну, к тому, к примеру, может быть, Флориды или Техас. Штаты, которые достаточно, то, что называется, красные. Красные, разумеется, не в смысле коммунизма, в смысле американского ярлыка. Красные – консервативные, а синие – это либеральные. Ну, тут это мечты-мечты, как говорится, это вспоминается классиком, Анилов и так далее. Но это может кончиться очень серьезными неприятностями, а именно бойней, потому что Дип-стейт, он вроде как не настроен на то, чтобы какие-нибудь штаты, вот как мы предполагаем, Техас или Флорида, вдруг скажут, что нам не по пути вот с такой Америкой, которую вы строите. Но самое печальное другое. Мы часто критикуем очень республиканцев за их беззубость, за их вообще вот такое пассивное наблюдение за происходящим. И что получается, что даже сейчас, когда мы говорим, ну, уже год, в 22-м году, возможно, Конгресс перейдет в руки республиканцев, и что-то будет меняться. Но я боюсь, что вот тот джин из бутылки, который выпущен, кто бы ни пришел, он этого джина обратно туда не загонит. Как вы считаете? Нет, безусловно. Опять же, одну свою статью, которая была опубликована в континенте, я назвал, очень грустно, я назвал «точка невозврата». И вот то, что вы сейчас, Игорь, говорите, мне кажется, Соединенные Штаты прошли точку невозврата, когда действительно джина в бутылку запихать уже не удастся. И нужно каким-то образом жить. Сейчас, в настоящее время, в Соединенных Штатах идет самая настоящая холодная гражданская война. В один прекрасный или в один печальный момент, вернее, эта холодная война может перерасти в горячую войну. Но для этого нужно достичь определенного уровня экономического падения страны. Вы помните, был такой умный негодяй по имени Ленин. И вот этот негодяй Ленин разработал теорию революции. Когда может произойти революция? И он там описывал, что низы, то есть массы народа, должны достичь определенного уровня экономического положения, определенного уровня бедствования. В Америке народ сейчас имеет ментальность. Если меня не трогать, если я буду сидеть тихо, ну так все может и обойдется. Никто не хочет сейчас воевать. Потому что люди пока что живут достаточно хорошо. Но вот то, что мы сейчас видим, какая сейчас дикая инфляция, как растут цены, как никто не хочет идти работать, как люди получают вот эту бесплатную халяву, рано или поздно это неизбежно приведет к падению экономического уровня. И вот тогда люди уже захотят идти и начать бороться. Вот тогда холодная война перерастет в горячую войну. И оно до тех пор, пока экономический уровень в Америке достаточно высок, пока люди могут купить себе индюка на праздник Фенксгивинг, когда бензин, ну вот в Калифорнии у нас около пяти долларов за галлон, но когда бензин станет 10 долларов, а он безусловно станет, то тогда терпение у народа лопнет, и у народа на руках очень много огнестрельного оружия. Вот тогда, я боюсь, холодная гражданская война может перерасти в горячую гражданскую войну. И что сейчас делать, я не знаю, и навряд ли кто-нибудь знает. Но будем ждать следующих выборов. Если их не фальсифицируют, если вот на будущий год, как вы, Игорь, оптимистично сказали, Конгресс и Сенат может перейти в руки республиканцев, что я, честно говоря, не очень уверен, видя, что произошло на предыдущих выборах, но если даже это случится, тогда, ну, может быть, произойдет не переворот в нужную сторону, но, по крайней мере, замедление этого процесса. Ну, мой оптимизм тоже сдержан, но на самом деле, каким-то образом, вот, события в Вирджинии, той же и не только, подсказывают, что для того, чтобы очередной раз фальсифицировать, этим ребятам надо очень сильно будет постараться. Они могут, они, несомненно, на все готовы и на все способны, но, тем не менее, у нас есть, ну, некая надежда, что смогут предотвратить хотя бы то, что происходит. И очень важно для этого, ну, хоть где-то один прецедентный суд, который бы был выигран, потому что мы, сколько мы говорили про Аризону, да, но ведь практически ВОЗ и ныне там, мы не можем объявить громогласно, что все, была подтасовка, и Аризона, в общем-то, трамповская, а не байденовская. К сожалению, вот, пока, пока все это еще у генерального прокурора штата, пока все это в процессе. Это, понятно, быстро не будет, но посмотрим. Хорошо, мы вторую часть нашего, нашей беседы оставим уже, как говорится, на потом, несколько минут рекламы, и мы вернемся, друзья. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Возвращаемся в программу Игорь Цезарского радиоблог. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы, звоните. Ну, а пока продолжим. Да, я напомню, что с нами сегодня Яков Фрейдин, наш автор, ученый, публицист, изобретатель, художник, в общем, человек талантливый во многих сферах. И действительно, Яков сегодня вспомнил несколько публикаций. Они действительно правические, потому что тенденции, которые мы наблюдали, мы о ней говорили. Мы то, что видели, то вам и рассказывали. И когда сбывается худшее, к сожалению, так тоже бывает, худшие опасения, то мы вот с этими опасениями вынуждены жить. Ну, на звонки, хорошо, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, спасибо за вашу передачу. Но хотелось бы у вас спросить еще таких несколько вопросов. Понимаете, мы смотрим, с одной стороны, вот сейчас вы... Никто не говорит о том, что сейчас происходит суд над тремя белыми людьми, которые в Джорджии убили одного черного, который приехал в их белый район, и там ездил, и они погнали за ним, там отец, сын и сосед, они погнали за ним и его убили. Если вы следите за этим кейсом, который сейчас происходит в Джорджии, сейчас проходит суд, они признали себя невиновными, и сегодня должно быть заключение. Понимаете, нельзя, как вот я так думаю, с нашей стороны вы рассматриваете только односторонне. Вот, допустим, вот мы смотрим, и демократы, допустим, плохие, республиканцы хорошие, вот, допустим, все черные плохие, а все белые, допустим, хорошие. Бывают и другие случаи против жизни. Я республиканец, например, тоже, но я смотрю, как говорится, знаете, как говорится, с прямым взглядом, что хорошего, что плохого. Вот, например, если вы рассказали про этот случай, который происходит сейчас в Джорджии, было бы очень интересно послушать ваше мнение. И о десятках случаев, которые ежедневно происходят в Иллинойсе, когда черные убивают черных, об этих случаях будем рассказывать. И, кстати, в какого хрена вы привнесли расовую составляющую в тот случай, который произошел в киноше? Это чисто леволиберастическая мулька. Никакой расовой составляющей там не... Простите, я вмешался в ваш разговор, просто не удержался. Нет, все правильно. Послушай, то же самое история, когда присяжные, и опять, если мы будем говорить черно-белый, они признали из шести, да, вот этих обвинений, предъявленных, тоже уже тот не сильно благопристойный черный человек, он стрелял в полицейских, и которые пришли к нему наведались, была при этом убита его подруга, его же практически оправдали, только одно обвинение осталось, он не имел права оружие иметь, то есть все. Но про это тоже никто не пишет. И посмотри, мы сегодня говорим о том, что назначен был всего тысячи долларов, чтобы этот вышел подонок и сделал то, что он сделал. А Риттенхаус сколько? Два миллиона. При том, что было понятно, что этот парень вообще-то ни в какую страну типа Ганны, Зимбабве или еще куда не убежит. Ну вот так мы живем. Яков, что скажете? А я скажу вот что. Наш слушатель, который сейчас говорил, он абсолютно прав. Расовая составляющая во всех этих преступлениях исходит не от черных людей, она исходит в основном от белых людей. Потому что либералы, демократическая партия используют расовую карту для разъединения страны, для захвата власти в стране. Раньше, когда большевики шли к власти, они использовали карту пролетариат. То есть, пролетариат против эксплуататоров, против буржуазии. Сейчас это в Америке, естественно, работать не будет, потому что никакого пролетариата в советском понимании здесь нет. Поэтому было изобретено другое противостояние, противостояние черных и белых. Среди черных людей совершенно немало весьма умных и рассудительных людей, которые не хотят всего этого дела. Я вам могу рассказать такую историю. Лет примерно 30 назад я был вице-президентом одной компании, и ко мне во время ланча в офис любил заходить один рабочий, который работал у нас на складе. Это был черный человек лет примерно 55. Ему со мной было страшно и интересно поговорить. И он приходил, просил разрешения, можно я с вами поболтаю. И он мне про себя рассказал. И он сказал, что в 68-67 году он был членом союза черных пантер. И они были совершенно радикальные, считали, что белые люди это враги, с ними нужно бороться, и вообще черные жертвы. И тогда году, наверное, это был 68-69 год, они решили поехать в Африку и посмотреть, как живут их черные братья. Они полетели, если я не ошибаюсь, в Гвинея, Бесау, Люберия и Сенегал. Они провели там месяц. И вот он мне рассказывает, после того, что я там увидел, как живут наши черные собратья, когда самолет прилетел и приземлился в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, первое, что я сделал, сойдя с трапа самолета, я встал на колени и поцеловал американскую землю. И возблагодарил Бога за то, что мои предки были рабами, и за то, что я теперь живу в этой замечательной стране. Вот это был... А потом я вышел из черных пантер и живу сейчас нормальной жизнью. Это был нормальный черный человек, и таких в Америке немало. сегодня... Яков, помню я эту вашу историю, она же есть в одном из ваших рассказов. У нас звонок, извините, я вас вынужден прервать, попробуем принять его. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Яков. Игорь, скажите, пожалуйста, вчера вы на своей странице фейсбука поставили о том, что якобы в три часа ночи или дня прокурор опубликовал то, что якобы этот парень по опросам проведенным через почту является... Я понял, о чем вы, извините, эта публикация, это перевод из сатирического издания, называется оно «Бабелумби», это «Вашингтонская пчела», извините, «Вавилонская пчела». Они вот таким образом шутят, и их шутки очень сильно достают, кстати говоря, обитатели Белого дома, Конгресса и так далее. Это замечательный сатирический журнал, не в пример крокодилу, который вы можете помнить по той стране, откуда вы уехали. Так, у нас звонок, Сереж? Да. Попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Да, добрый день, у меня вот такой вопрос. Вот, если обросить обман на будущих выборах в будущем году по почте, какие легальные способы у демократов действительно есть сохранить свое большинство. То есть, я вот вижу три способа. Это увеличить количество голосующих с помощью, раздать там всем, кому можно, легальные документы, чтобы они могли за них голосовать. Это устроить какой-то вот локдаун, чтобы разрешить голосовать только по почте. Только по почте, тогда все понятно, демократы победят. Или устроить какую-то провокацию типа вот этого Флойда, да, что народ будет опять возмущен, что белые убили черный. Вот скажите, какие легальные способы есть у демократов, чтобы сохранить свое большинство? Яков, пожалуйста. Я вам скажу свое мнение такое. Если отбросить все нелегальные способы, ну, например, как подделка документов, вброс фальшивок и так далее, у демократов есть очень мощное оружие. Это влияние на электорат, влияние на избирателей. И вот посмотрите, что они сейчас делают. Они вбрасывают в страну огромное количество денег, то есть бесплатных денег. Люди сейчас поняли, многие люди, что можно получать и не работать. Вы знаете, я поехал в гости к своей дочке, которая живет в городе Северная Каролина. Этот город славится своими пивоваренными заводами. Там огромное количество пива. И вот я прихожу в ресторан, который находится примерно в полумиле от пивоваренного завода. И говорю, хочу кружку пива. Они говорят, извините, пива у нас нету. Я говорю, как это у вас нету пива? Вы посмотрите, заводы вокруг пивоваренные. Они говорят, пиво там залейся на заводах. Да привезти некому. Нет у нас шоферов. Никто не хочет работать, потому что все получают халяву. И вот человек всегда будет голосовать за того, кто будет ему давать халяву. Знаете старую поговорку? Тот кот, которого кормят сметаной, мышей ловить не будет. Так вот, мышей сейчас никто ловить не хочет. И вот эти люди будут голосовать за демократов, потому что им хочется продолжать получать халяву и ничего не делать. Сидеть на своем порче или сидеть на бакьярде, пить пиво, если его удастся купить, и жевать сосиски. И они думают, что так будет продолжаться вечно. От республиканцев этого не дождешься. Вот они и будут голосовать за демократов. Это, мне кажется, то, что сейчас происходит, то, что сейчас делают демократы. Ну, это один фактор. Есть еще фактор средства массовой информации, немаловажный, потому что промыв мозгов как был, так и будет, еще будет мощнее. Но, мне кажется, что в греческом алфавите очень много букв, помимо уже используемых для обозначения пандемии, так скажем, мы знаем прекрасно, что уже до дельты добрались, еще до других, и далее идет. То есть какая-то буква обнаружится, откуда-нибудь пришлется это дело, и мы сядем на длительный локдаун. А вот в этом случае действительно, как уже кто-то из наших слушателей упомянул, открывается почтовое голосование, а почтовое голосование это эквивалент уже понятно на чему. Значит, это мошенничество, как уже даже не ходи к гадалке, то есть это все понятно. Да, абсолютно точно. Вот этот комплекс мер, есть даже сейчас, люди говорят заговорческая теория, что вот этот самый вирус был очень серьезно использован демократами для того, чтобы взять страну под контроль. И я считаю, что здесь есть рациональное зерно, потому что вирусом, но желание и настаивание на том, чтобы людей всех вакцинировать, чтобы все сидели по домам, никуда не выходили, получали вот эту самую халяву, это превращает людей в марионеток, и тогда их легко дергать за веревочки, они будут делать то, что вам хочется. Несомненно. Ну, в общем, картина такая весьма сложная, поэтому, естественно, мы говорим о сдержанном оптимизме с одной стороны, с другой, вот у нас в эфирах бывают, кстати, очень были дамы, которые, я считаю, это будущее республиканской партии, а от прошлого надо избавляться от, тем более, от Рину. Ну, у нас есть звонок, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу обратиться к вашему гостю. Вы знаете, у меня вот возникает какие-то такие сомнения, откуда в американском обществе такие левые настроения и нежелание работать. Вот я помню из истории, когда, как вы сказали, великий негодяй объявил НЭП, после нескольких лет гражданской войны и вот этого обнищания и всего, все, кто только мог что-то сделать, какую-то, проявить инициативу и начать какой-то бизнес, все они это начали делать. И мгновенно экономика, говорится, зацвела и запахла. Вот в чем дело, почему там, в этом бывшем Советском Союзе, за годы гражданской войны, люди не отвыкли от того, чтобы работать, а здесь вот, ну, сколько там, ну, год, ну, полтора была возможность, вот, когда начали раздавать халяву, как вы говорите, и вдруг никто не хочет идти работать, везде написано half-funded, half-funded и все, ничего не двигается. Ну, вы знаете, люди-то все разные, есть определенное число людей, которых хоть, так сказать, в клетку посади, они там будут работать, не корми их, они будут работать, люди, которые не могут совершенно жить без работы, и таких людей, к сожалению, не большинство, именно эти люди двигают вперед цивилизацию, они готовы работать днями и ночами, ну, я думаю, что я сам принадлежу к такому, к такому сословию, потому что в течение многих лет я жил буквально, так сказать, чуть ли не в полной нищете для того, чтобы добиться успеха какого-то, я его добился, и таких людей немало, но есть огромное количество населения, я не знаю, какой процент, но, может быть, процентов 70, а может даже и больше, люди, которым нужно только минимальное количество денег, минимальное количество еды, и то, что называлось в Древнем Риме, им нужно хлеба и развлечений, и вот то, что сейчас делается, продается народу развлечений, видит, скажем, там, футбольных матчей, или в виде каких-то телевизионных сериалов, и также дается какой-то определенный минимальный прожиточный минимум в виде халявных денег, и вот большое количество населения с удовольствием это воспримет и будет жить на таком минимуме, надеясь, хуже хуже не будет, хуже конечно будет, но люди не думают о завтрашнем но не сразу, но не сразу, но не сразу, это точно, так, у нас есть звонок, человек, добрый день, слушаем вас, алло, говорите, алло, да, добрый день, вы знаете, меня ужасно смущает, когда этих демократов обзывают либерастами и начинают говорить о том, что они используют нечестные методы, и что у них в руках вся медиа, что получается, что или что говорят, в республиканской партии люди молодые и промыли мозги, но ведь промывали мозги всем, будь то демократы, будь то республиканцы, откуда появились республиканцы, которые с промытыми мозгами все равно приняли позицию республиканцев, так же самое, как и вбросы или почтовое правление, эти методы могут использоваться не только демократами, но и республиканцами, простите, вот я не понимаю, зачем, ну да, именно поэтому республиканцы против почтовых отправлений бюллетеней, а демократы за, потому что могут использовать и те, и другие, нет, в отличие от вас, республиканцы все-таки имеют совесть, какие-то принципы, не все, безусловно, в республиканской партии. Сереж, вполне да, но в таком массовом исполнении и как взять это вообще за политику, ну где ж, и где ж какой республиканец скажет, что без ID кто-то пришел и отдавал свой голос, какой радости. Ну, опять же, то, что мы только что говорили, что люди-то все разные, некоторые люди легко поддаются внушению, а некоторые люди умеют думать самостоятельно, и вот это происходит расслоение, это всегда было так, и такая человеческая природа, так что не стоит удивляться, меня другая вещь постоянно занимает, почему не только в Соединенных Штатах, но и во всех многих других странах, возьмите Израиль, Англию, возьмите Германию, почему-то это разделение на консерваторов и на либералов почти всегда происходит ровно пополам, вот 50-50, то есть иногда буквально разница в несколько сот или несколько тысяч голосов, вот это меня удивляет, откуда такой удивительный баланс всегда происходит? Ну, видите, Яков, все-таки вот немножко у нас вот эта вариация нанайских мальчиков, которые нет, вот предположим, в таких странах, как Германия и некоторых других, европейских, почему? У них надо создавать коалицию, значит, надо каким-то образом договариваться. У нас получается, что никакой ни третий, ни четвертый, четвертая власть есть, но силы третьей-то нет и четвертой. Есть две партии, которые так или иначе между собой, но беда-то в том, что часто наверху происходит то, чего бы мы не хотели видеть снизу, а именно соглашательство, когда делается определенный вид, что они о чем-то спорят, а потом в буфете бьют по рукам и делают общий бизнес. То есть, вот этот самый дип-стейт, это уже внепартийная вещь, как понимаем мы, и поэтому мы ждем изменений внутри республиканской партии, прежде всего, потому что, когда там находятся такие люди, как Лесчейни, Мурковский, Ромни и так далее, мы понимаем, что ничего хорошего ждать не приходится, даже если по чечене они окажутся у власти. То есть, мы понимаем это прекрасно. К чему это будет? Это люди ничем по сути не отличающиеся от своих оппонентов слева. Да, безусловно, люди, которые находятся наверху власти, им нужно только одно, им нужна власть. Власть, да, да. Деньги, власть, конечно. И вот это желание, есть такая категория людей, которые жаждут власти, жаждут управлять другими. А некоторые люди, у которых есть такое желание, идут в политику, другие становятся тюремщиками, а наиболее, скажем, умные становятся руководителями бизнесов каких-то, но есть большая категория людей, которым нужно управлять. И вот те, которые попадают наверх, они выбирают, как им управлять удобнее, как им лучше получить эту власть. И вот есть республиканская демократическая партия, и они примыкают к той партии, где они чувствуют, что у них будет больше успеха. Я думаю, очень немногие из них руководствуются моральными принципами. Абсолютно. Я такую вещь скажу. Недавно в приватном разговоре с кем-то из своих товарищей, из авторов мы обсуждали этот момент, и вот пришли к такому простому достаточно выводу, что та же Хилари Клинтон, она, если бы ей сулила президентское кресло, ну или вообще любую выгоду республиканская партия, на которой она на ранней стадии своей политической жизни работала, она бы была республиканкой без вопросов. То есть ее принципы они позволяют все. То есть хоть либертарианкой, хоть республиканкой, кем угодно. То есть получается, это какая вещь? Важнее непринадлежность к той или иной группе партии и так далее, важней, что зачем идут туда. Если идет молодой человек, предположим, неважно, молодой и средний какой угодно, ну то есть впервые во власти и он идет с тем, чтобы что-то сделать, что-то к лучшему изменить и каким-то образом своим выборщик, тем людям, которые его выбирали дать что-то действительно, чего они не жаждут. Ну не халява, естественно, потому что тогда получается, что он на хорошем поле не работает. Но мы видим другое, что часто туда идут исключительно ради того, о чем вы сейчас сказали. Ну хорошо. Ну хорошего мало. К чему мы приходим в итоге? Мы приходим к тому, что, вы знаете, Игорь, я долго-долго думал, а что каждый из нас может сделать? И я думаю, что делать нужно то, что подсказывает твоя совесть. Понимаете? Если моя совесть подскажет мне, что надо идти голосовать таким-то образом, я пойду голосовать. Если моя совесть подскажет мне, что нужно брать в руку винтовку и идти защищать кого-то или себя, или своих близких, или соседей, как сделал этот молодой мальчик Ритмхаус, я, наверное, буду это делать, хотя в моем возрасте это уже сложнее, но тем не менее нужно слушать свою совесть. Ну вот, вот, это единственное что мы можем сказать. Очень важный момент затронули. Дело в том, что и вот мы в континенте, на народной волне, вот, на которой мы сейчас с вами находимся, в нашем ТВ-клубе континент. Везде, где бы мы ни были, мы постоянно повторяем одно и то же практически все эти последние годы. Не сидите, то есть, философствование, сидя на диване, это, конечно, хорошо, но лучше делайте хотя бы что-то. Но часто бывает, что и нас иногда даже совершенно незаслуженно каким-то образом критикуют. Заслуженная критика это всегда нормально, но незаслуженно. А что вы сами делаете? Что мы делаем? А вот мы делаем то, что вы слышите и видите. Яков делает то, что он может сейчас делать. Почитайте, пожалуйста, зайдите на континент, наберите фамилию Яков Рейдин в поисковике. Вы увидите кучу материалов и любой из них он актуален по сей день, хотя он может там сколько там лет, 5, 6, 7, 8 назад написан и мы его напечатали. Вот и все. То есть, каждый делает в силу своих возможностей. Как вы считаете, Яков? Абсолютно. Абсолютно. Я с вами полностью согласен. Будем делать то, что можем и то, что хотим. Да. И еще раз я хотел уже под конец напомнить, что мы действительно обновили сайт. Я не сказал об обратной связи, но это предполагается. Если у вас есть какие-то пожелания, если вы считаете, что что-то еще мы можем дополнительно делать к тому, что мы делаем, то мы с удовольствием готовы разговаривать с вами на эту тему. Естественно, нам нужна определенным образом поддержка, даже в виде простейших моментов. У нас даже спор. Представьте, Яков, идет иногда спор с кем-то из наших читателей и слушателей. А вот что я должен ставить лайк, пишет человек. Ну, ты не должен. Ты можешь и не заходить, и не слушать, если ты ставишь так вопрос. Но если даже вот это, поставить лайк вопрос, тяжело жить. но, уж не говоря о том, что нам бы не помешали ваши донаты, донаты, так сказать, потому что работы много, затрат много, и, в общем-то, ваша помощь не была бы лишней. Яков, спасибо большое, что были с нами. Спасибо за участие, неравнодушие, и ждем ваших новых материалов, и встреч с вами, как всегда. Всегда бы рад быть с вашими слушателями. Будьте здоровы!